Развитие туристического бизнеса Так, например, в Москве вообще ты не отдыхаешь, ты просто там доехал, что-то еще А здесь, наверное, ты можешь совместить и работу, и отдых Наверное, в каком-то определенном балансе вы находите на площадке в Сочи и в Красной Поляне Так, например, в 2022 году российские горные зоны практически вышли на допандемийный уровень посещаемости По данным на конец декабря игорную зону Красная Поляна, крупнейшую в России, посетило 700 тысяч человек На эту территорию пришлось больше половины туристического потока всех российских игорных зон Больше 180 международных рейсов, которые сегодня прилетают в Сочи Огромные, не знаю, круглосуточно, практически каждые три минуты вылетают какие-то внутренние российские стыковки, самолеты Логистика в первую очередь, удобная инфраструктура, дороги, отели, площадки и мероприятия, которые там проходят Огромная цепочка, ну и плюс, помимо того, у вас нет ощущения, что вы там работаете, да, что вы там все время как будто немного отдыхаете По мнению экспертов, игорные зоны становятся территориями событийного туризма Посетители приезжают туда не за азартными играми, а за развлечениями, что соответствует общемировому тренду В периметре Красной Поляны, игорной зоны Красная Поляна, или курорта Красная Поляна Всегда достаточно активно проходили всевозможные массы мероприятий И я думаю, что, наверное, топ-30 наших российских компаний, международных компаний провели уже свои мероприятия так или иначе В периметре игорной зоны, конечно же, спрос остается стабильно высоким Так, например, игорная зона Красная Поляна организует деловые мероприятия, концерты, ледовые шоу, киберспортивные турниры, театральные постановки В связи с этим неигровые доходы площадки растут, а регион получает дополнительный импульс для развития Тот вектор, который мы задали себе изначально, да, и тот ориентир, который мы брали в лице наших коллег-конкурентов по миру, да, где неигровые доходы превышают игровые Конечно же, доходность в этом сегменте выросла По прошлому году порядка 30% рост по всем игорным зонам составил неигровых доходов Это имеется в виду, что, да, сегодня мы еще не можем похвастаться там показателем Вегаса, например, где больше 50% неигровых доходов Но я могу сказать точно, что тренд хороший и в каждой сегодня игорной зоне, и в каждом интегрированном курорте у нас больше 15% неигровых доходов То есть хороший тренд, который будет дальше-дальше увеличиваться и расти Добавим, что по итогам 2022 года сумма налоговых отчислений игорной зоны Красная Поляна составила 1 миллиард 285 миллионов рублей Субтитры создавал DimaTorzok